интересно драконов я люблю их часто представляет как злых созданий магических но это очень магические древние знания у них хранятся создания помогут основные силы уже переправляются они будут в городе раньше нас там не были рыжие волосы здесь какие-то аштановые на чем он думает на сегодня хватит заманчивое предложение смотри особый отряд короля стрессы или бы еще с кем-нибудь развлекался уже надоели эти разборки королей наезжающих бастардов которые хотят помириться с ним силой иногда нет другого выхода государь а он не с ним изначально было я же не в том порядке проходила игру поэтому мне непонятно было почему отбытал геральта наших войск переправилась на плотах и рыбацких лодках и вошла в город жгут насилуют грабит лавалеты еще держатся в районе монастыря что с баронессой удалось взять живой сейчас безопасности я надеюсь вы с ней ничего не сделали как приказывали она прекрасна как всегда только вот детей при ней не было известно где они в монастыре но данных разведки пока нет у него амулет стал активным почувствовал дракона заранее закон это отдельная тема я кстати много говорил про них инквизиции но у меня тогда очень плохой был злоб я удалил эту серию откуда вы взялись блин мы и так сгорели куда бежать драконов горы часто представляют нам как злых созданий на самом деле в них огромные знания хранятся это очень древние существа возможно если представить что они существовали древние чем динозавры нам предоставляют что динозавры существовали до человека на самом деле археологи много уже находок изучили изображение на камнях как люди изображали динозавров то есть опять же мы не знаем кому мы верим ложную информацию представляют но я думаю что драконы на самом деле существовали очень много созданий перебили и истребили люди так же как и сейчас истребляют и я думаю что то что они могли изрыгать пламя это так же можно было объяснить есть объяснение в книге анастасия владимира мегре там как раз про драконов рассказывается если кому интересно можете почитать в первой или во второй книге или третьей дальше можете не читать в общем если интересна такая литература можете почитать эти три книги что-то у нее здесь голос писклявый какой-то быстро за счету поставила а нам не нужно так перейти мост добраться до города трес так как бы нам не пришлось тебя спасать ты наша любимая чародейка драконы чувствуют на самом деле очень сильно вот этот вот гнев в человеке в общем как и дикие животные сейчас гребаный дракон едва не похерил всю войну наверное его спугнули звуки битвы хватит уже о драконе расскажи как все закончилось дети фольтеста монастырь что там произошло она здесь спокойная обстановка по поводу дракона до драконах дракона разумные существа создания в общем как есть относительно разума у животных да они живут инстинктами по законам природы и кстати животные они не испытывают зло или гнев почему они там нападают друг на друга если чувствует потребность они просто это делают потому что вы замечали я замечала все потом сколько его не ругаешь дам просто если какое-то время проходит спокойно подходит мурлыкает даже не когда выпрашивать еду а просто вода например ложится рядом спать мурлыкает на то есть они не злопамятные они не помню зла они просто вот у них я не знаю конечно как они это ощущают не чувствами как я уже говорила человека они принимают многие привычки если человек добрый вот разумные они от него также были разумными и добрыми что ли остановятся особенно это относится к собакам но я замечала это из окошками по поводу других животных не знает и нужно же у дрессировщиков спрашивали не у тех которые в цирке их травят электропалками там или еще чем то для что они выполнили команда именно те кто дрессирует занимается может быть разведением питомниках или вообще кто заповедниках до заботиться о дикой природе это нужно уже более профессиональной деятельности деятелей узнавать по этому поводу вот и дракон это разумная сущность и если верить то что пишут в книгу эзотерики очень часто до фильмах и в играх нам представляют их как магических созданий все они очень мудрые и живот часто нам рассказывает более 100 лет до тысячелетиями интересно если они жили раньше до человека может быть в эпоху человека по каким причинам да они могли жить так долго но если еще верить тому что раньше человек жил дольше чем сто лет когда у нас условия на земле были более пригодные чистые экологичном плане природа была не загрязнена еду натуральные люди ели не страдали этими привычками зависимости наиболее а добрые были когда уж это было когда это могло быть не знаю если планете более 300 тысяч лет не этого начали ни один же этап эволюции человека сколько раз уже он эволюционировал и погибал сам себя уничтожил но результате мы не знаем потому что от нас многое скрывает не только касаемо этих книгах пишет правда неправду существовали на самом деле дракон или нет вот в этой книге которые я вам в попыхах сказала когда мы убегали от дракона там и объясняется научно да каким образом дракон мог изрыгать пламя короче хотел найти зачитать вам но это долго искать поэтому кому интересно можете почитать в общем книгу кто такими вещами интересуются природе о кедрах полезных свойствах кедра там рассказывается очень интересно вот даже я не совсем согласна о чем там пишут но в общем у меня такое же представление поэтому для меня то что там написано не новые фантастика но вот на так в общем можно почерпнуть там для кого-то что-то новое и полезное а для кого-то может быть глаза откроет на какие-то вещи на кому-то может быть просто интересно будет узнать об этом там потому что пишется с точки зрения простого человека который никогда такими вещами интересовался да как сильное его мнение может измениться будущее когда он столкнулся с этим лицом к лицу нужно там некоторые моменты переносном смысле но большую часть таких вещах которые там пишут сами на самом деле есть вот ну а так кто не интересуется зачем вообще открывать эту книгу да кто не верит для тех кто интересуется да владимир нагре анастасия называть книга первые три книги можно почитать там остальное я читала пять книг но там уже немножко больше воды не самой сути это не значит что нужно все на веру прямо таки принимать даже если вы в это верите просто вы можете интересоваться этим опять же повторюсь это опыт других людей да просто всегда все применяйте на себе вся истина на ваших чувствах вот как вы чувствуете отношение к чему-то это и есть то знание которое нужно анализировать именно своей жизни а не в чей-то так но мы играем ведьмака до а я тут разговаривался на другую тему с вами если бы не то и лес мы добрались бы туда одновременно не отвлекайся ведьмак что же верховный жрец говорил правду его величество фольтест король тимирии артур тайлес бывший граф несвельд я подписывал тебе приговор да баронесса меня помиловала как неудобно получилось где она из и буси ты про королевских отпрысков не испытывай моего терпения тайлес я обещаю тебе легкую смерть тут на поверхности люди воевали и на жизнь а насмерть а тут приходят тех людей которые помиловали из королевской семьи они еще имеют смелость поясничать как будто и войны никакой нет мне всегда забавно видеть такой контраст важный господь в кавычках и тех простых людей которые на поверхности отдает жизнь из-за этих королей я об этом упомянула в первом ведьмаке когда увидела балл во дворце короля фольтеста на поверхности там бушевали разборки между спротелями и людьми где вы спрятали детей монастырь что это такое было нам подсказку дали слух нельзя говорить сейчас у меня не такое расположение духа когда я хочу ударить тайлеса поэтому более спокойный вариант выберем тише тайлес мы в святом месте я никогда тебе этого не прощу слышишь меня мутант а это нам подсказку дал жрец для бывали штурмы неудачные но этот дракон был последний капли просто перегнул палку терпения едва ли спаслись да а я испугалась думаю него я так вот смотрю издалека да так был повернут сбоку я подумала что не в руки автомат я на секунду себя словил секундочку мы же играем ведьмака в 1200 там какой-то год здесь они из тушетов метают ядра с арбалетами ходят с мечами и даже маги пользуются но автоматы как с нами играет разом да мы начинаем возвращаться к тому моменту когда мы думаем что есть что-то понятие того нормального да а понятия нормальности вообще нету и если кто-то нам предложит игру где будет совмещено и старое оружие новые и сделать так что это нормально это как из серии когда люди наоборот после войны возвращаются к черному образу жизни а на фоне вот как новая игра с ржеволосой девушкой до открытым миром когда там последствия технологичного мира на лицо то что они вернулись обратно в такой качевый образ жизни поселениями такими маленькими общинами она как изгои это девушка и там нам показывают создание и органических но у них единое сознание horizon zero down или как правильно произносится не знаю с элой вот проект я игру говорю какая ирония ведь люди именно к этому этапу мира движутся если не опомнится то технологиях поглощаются они этого не замечают все равно зависимость от не устаешь даже когда изначально получал от этого удовольствия уже начинает напрягать что ты как будто не свободен до от этих технологий одно дело что вы может просто сидеть и в планшете другое дело что нам навязывают полностью оцифровать все вплоть до мыслей действий жизни нашей биографии всего да все поместить в чип какой-нибудь до такой степени может быть нас вообще поместить как суррогатов виртуальный реальный до вам и покупать ничего не нужно будет копейки будет стоить вы приобретете шикарные особнями будете жить во всем материальном о чем вы сейчас мечтаете а именно настоящие меры с природой с водой будут продавать для миллиардеров а ведь все это сейчас доступно для нас наоборот наслаждайтесь природой деревьями на так прекрасно там по капле будут выжимать не знаю из льдов помните фильм марсианин это немножко с вами болтаю читаю тут мы пока приискал выжимаем воду а у вас здесь такой изобилие вы это не цените там хоть и комедия но действительно он сказал истину не спешить некуда новинки можно не заглядывать все равно они у меня нет покатят поэтому можно растягиваясь игру ведьмака 2 надолго вообще конечно хотел сони пустышным 4 дух зайцев можно было убить и где вы поиграть да и то что сейчас из нового тут такое освещение такая контрастность когда мы сюда зашли из-за вот этой зелени красных роз а чем они молятся какая у нее здесь вера солнце молитва это молитва мысли вслух все что спер назад вернул настолько его совесть уже не может терпеть эту ложь что он это сказал вслух и милостью вашей повергает король неприятелей свои мать и избави меня от горя и бедствий мать и избави меня от горя и бедствий и милостью в одном вы мне что-то одно и то же повторяйте о half заперта